Здравствуйте! В эфире «Настоящее время» и студии в Вашингтоне с вами Игорь Тихоненко. И сегодня в программе. Война в Украине не стихает. ОБСЕ заявляет об усиливающихся перестрелках. Под Донецком они слышны круглосуточно. Тайный миллионер-чиновник погорел на жадности. Банальный долг автомеханику стал причиной громкого скандала. И кто решает, что красиво и кто красив? О границах нетрадиционной красоты. Начинаем мы по традиции с новостей из Праги. Динара. Спасибо, Игорь. Все события дня в настоящем времени из Праги. Я Динара Аргин. Здравствуйте. Представители миссии ОБСЕ на Украине прибыли в город Горловка для встречи с местными жителями и инспекции последствий последнего обстрела. Во главе делегации заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хук. Автоколонна с наблюдателями прибыла к зданию городской администрации Горловки, где представители миссии встретились с жителями города. Напомним, в ночь на прошедший понедельник Горловка подверглась обстрелу. Два мирных жителя погибли, четверо получили ранения. По словам местного руководства, обстрел велся из артиллерии и танков. Глава ОБСЕ Эртугрул Апакан, который сегодня дал пресс-конференцию в Вене, заявил, что с конца апреля нынешнего года ситуация в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины значительно ухудшилась. Тем временем продолжается активизация боевых действий в районе Донецка. В городе Песке выстрелы слышны круглосуточно. Украинские военные ведут огонь из противотанкового и автоматического гранатометов. На позициях со стороны официальных сил сейчас находятся бойцы добровольческого батальона ОУН и военные 93-й отдельно механизированной бригады. Мы в огонь пытаемся подавить их огневые точки. В ответ лупят по нам минометами 120-ми. Вот упали 4 мины недалеко от нас. Там ребята тоже стоят, наши коллеги. Сегодня представитель администрации президента Украины полковник Андрей Лысенко сообщил, что за прошедшие сутки в Донецкой области ранены двое военных и один мирный житель. 15 лет лишения свободы. Такой приговор вынес российский суд сотруднику эстонской полиции безопасности Эстену Кохверу. Его признали виновным в шпионаже, контрабанде оружия и незаконном пересечении границы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кохвер также должен выплатить штраф в 100 тысяч рублей. ФСБ России задержала Эстена Кохвера в сентябре прошлого года. По данным ведомства, при задержании у него изъяли пистолет с патронами, 5000 евро, технику для скрытой аудиозаписи, а также материалы, имеющие характер разведывательного задания. Медэстония заявляет о похищении Кохвера с территории Эстонской республики и считает это нарушением международного права. Процесс над Эстоном Кохвером не имеет ничего общего с правосудием. Эстония резко осуждает как сам судебный приговор, тюремное заключение сроком на 15 лет, так и весь незаконный судебный процесс. Требуем от России соблюдение норм международного права, незамедлительного освобождения Эстона Кохвера и обеспечения ему безопасного возвращения домой в Эстонию. Дело в отношении Кохвера имеет гриф «секретно». Суд проходил в закрытом режиме. Отбывать наказание он будет на территории России. Сам Эстон Кохвер вину не признает. Несколько тысяч граждан, переехавших в Украину и желающих стать гражданами этой страны, более пяти лет не могут получить там паспорт. В причинах пыталась разобраться корреспондент настоящего времени Ирина Кононенко. Указ президента и в считанные дни на одного гражданина Украины стало больше. Мотивация решения. Государственный интерес. А вот простые граждане, которые прожили на территории страны больше пяти лет, чтобы получить украинский паспорт, лишь на сбор документов потратят не один год. У ДМС есть возможность узаконить мое пребывание здесь. Тем более, что у меня полный пакет документов, полный, лежит уже в ДМС. У меня не хватает только вот этой миграционной карточки, потому что я давно не выезжал, не заезжал. Россиянин Виктор, согласно законодательству, имеет полное право стать гражданином Украины. Он родился в этой стране. Родители украинцы, жена и дети тоже граждане Украины. Но отсутствие всего лишь одной справки делает это право невозможным. Из-за того законодательства, которое создавалось под нечистых на руку чиновников, вот сейчас такая ситуация, что нарушать они не могут и не хотят. А если действовать по закону, то ты можешь получать и два года это гражданство. Беларусь Дмитрий тоже не теряет надежды стать гражданином Украины. Ведь за семь лет проживания в стране успел купить дом, жениться и родить ребенка. Но после участия в конфликте на востоке страны ситуация для Дмитрия изменилась. Теперь миграционная служба Украины требует, чтобы я собрал все документы, которые нужны в общем случае по закону. Вне зависимости от того, что я участвовал, в каких-то действиях не участвовал. А документы эти, еще одну справку, я могу получить только в Белоруссии. А вернуться туда я не могу. И то же самое, что и с Дмитрием Полойко произошло. Человека посадили в тюрьму. В государственной миграционной службе утверждает, что проблема, которая возникает у желающих получить гражданство Украины, возникает лишь по халатности самих желающих. Законодательством Украины прописано, что обратиться в миграционную службу могут только граждане, которые легально перебывают на территории страны. Консультант по миграционным вопросам Александр Гайдар подтверждает, что самому довольно сложно решить все нюансы в оформлении гражданства. Поэтому лучше обращаться к людям, которые через это прошли. Нужно искать таких специалистов, у которых есть такое хорошее портфолио, реальные люди. Обращайтесь к таким людям, они как-то помогают содействовать. Каждому президентский указ не подпишешь. Поэтому всем желающим иметь паспорт гражданина Украины все-таки придется преодолевать нелегкий путь бюрократичной системы. Ирина Кононенко, Настоящее время, Киев. Участок границы между Украиной и непризнанной Молдавской республикой Приднестровья вызывает опасения украинских властей. Причина – контрабандные потоки, в том числе наркотики и оружие. С января 2015 года этот участок границы уже был усилен бойцами Нацгвардии Украины, которые совместно с пограничниками патрулируют линию пересечения – иноземную и водную. Они охраняют от незаконного пересечения границы, контрабанды и браконьерства. Наблюдаем пересечение границы на воде. То есть та же самая контрабанда, незаконный выход лодок на воду. В случае обнаружения незаконной лодки мы выплываем на воду. Производится задержание. В этом году президент Украины Петр Порошенко подписал указы о прекращении военного сотрудничества с Россией, в том числе и о прекращении транзита российских служащих на территорию Приднестровья. В свою очередь, терраспольский лидер Евгений Шевчук издал указ о призыве на военную службу офицеров запаса и продлил призыв на весь 2015 год. Но на границе пока главным образом приходится иметь дело с мирной контрабандой. Стоимость спирта в Приднестровье составляет где-то доллар за литр. Здесь его перепродают 4,5-5 долларов. Сами понимаете. И точно так же сигареты. На коробе сигарет зарабатывается где-то от 100 до 150 долларов. Местное население это, ну скажем так, работы нет, они зарабатывают только на контрабанде. Время передавать эфир Вашингтону. Коллеги, вам слово. Спасибо, Динара. Министр обороны США Эштон Картер принял в Пентагоне своего грузинского коллегу Тинатин Хидашели и обсудил с ней проблемы регионального сотрудничества, а также планы по оказанию Грузии дополнительной помощи в сфере безопасности в объеме 20 миллионов долларов. Между тем, Хидашели считает, что если бы мир должным образом отреагировал на российско-грузинскую войну 2008 года, нынешнего кровопролития в Восточной Украине и аннексии Москвы и Крыма можно было бы избежать. Рассуждая о военных конфликтах России со своими соседями в последние годы, в интервью украинской службе «Голоса Америки», грузинский министр заявила, что их причины нужно искать не в региональной геополитике, а во внутренних проблемах самой России. На мой взгляд, в войне с Грузией, в войне с Украиной есть два объяснения. Во-первых, господин Путин и сама Россия до сих пор восстанавливаются от посткоммунистического, постсоветского унижения. Ослабшая Россия потеряла огромные территории, страны Балтии стали членами НАТО, и Россия ничего не смогла сделать по этому поводу. То есть они восстанавливаются от этого периода и пытаются доказать, что они все еще сильны. И второе, они не могут позволить странам бывшего СССР стать успешными самим по себе. Власти Ирана заявили, что на следующей неделе будет подписан контракт в России о поставках четырех зенитно-ракетных комплексов С-300. Это стало возможным после заключения соглашения о будущем иранской ядерной программы между шестеркой международных посредников и Тегераном. Рассказывает Александр Зимуха. Иран из-за поддержки террористических группировок и тайного развития ядерной программы, предположительно имевшей военную направленность, долгое время был лишен доступа к мировым рынкам современных вооружений. В 2007 году Тегеран и Москва подписали контракт о поставках пяти российских дивизионов С-300, что вызвало беспокойство у США и многих других государств. Международное сообщество опасалось, что появление у Исламской республики современных средств ПВО позволит существенно усилить позиции Ирана на переговорах о судьбе его ядерной программы. Более того, высказывалось мнение, что начало поставок С-300 может спровоцировать Израиль на нанесение превентивного удара по иранским ядерным объектам. Израиль считает, что Иран представляет реальную угрозу для безопасности страны, поскольку Тегеран, по сути, спонсирует такие организации, как Хамас и Хезбалла, а высшие руководители Исламской республики неоднократно призывали к уничтожению еврейского государства. В 2010 году Россия, в соответствии с решением Совбеза ООН, согласилась не продавать Ирану оружие, в том числе и С-300. Иран выразил возмущение этим решением. Впоследствии Тегеран неоднократно сообщал о том, что уже закупили С-300 у третьих стран и успешно создал свою систему ПВО, по характеристикам близкую к российской. Судя по всему, эти заявления не соответствовали действительности. На сделку Москвы и Тегерана обратили внимание и в Вашингтоне, заявив, что она действительно не нарушает ни одной резолюции Совета Безопасности ООН. Однако, по словам пресс-секретаря Госдепартамента Джона Кирби, США будут по-прежнему тщательно следить за поставками этих вооружений Ирану и постараются разобраться в деталях этой российско-иранской сделки. По эти дни Америка вспоминает об урагане Катрина, одном из самых разрушительных природных бедствий в истории страны. 29 августа 2005 года шторм почти полностью затопил город Новый Орлеан, а ураганный ветер скоростью 225 км в час принес повсеместные разрушения в Луизиане, Миссисипи и Алабаме. Общий ущерб оценили в 150 миллиардов долларов. В Вашингтоне выступил мэр Нового Орлеана Митч Лендроп. Он рассказал о том, что было сделано в последние 10 лет и что до сих пор остается проблемой. Александр Панов продолжит тему. Новый Орлеан – туристическая мекка юга США, столица джаза и карнавала Мар-Дигра, американской масленицы. 10 лет назад город оказался затоплен на 85%. Старая дамба разрушилась под напором воды. Затоплены оказались более 50 средних и малых городов в окрестностях мегаполиса. Об урагане власти предупреждали за неделю. Заранее была организована эвакуация, но слишком многие горожане предпочли остаться на свой страх и риск. Итог – примерно 1830 погибших и пропавших без вести, в основном жители бедных афроамериканских кварталов. Нам нужна помощь. Нам нужна помощь. Такое казалось невозможным. В 21 веке не было электричества и мобильной связи. Грандиозные перебои с бензином. В городе не работало ничего. Людей снимали с крыш вертолетами. Город был закрыт для въезда полиции и гвардии. Новоорлеанцы забивали окна своих домов, офисов, витрины магазинов и входы в банки фанерными листами, на которых писали «не входить», «у меня оружие, буду стрелять». Точные цифры погибших не знает никто. Здесь дети. Им всего 6 и 8 месяцев. И люди проходят мимо. У меня нет рубашки для ребенка. Он весь в грязи. А ему всего 2 месяца. Помощь пришла. Федеральное агентство и целая армия волонтеров со всей страны и всего мира. Слишком мало и слишком-слишком поздно. Так говорили 10 лет назад жители Нового Орлеана. В городе и его окрестностях были полностью разрушены четверть миллиона домов, а частично еще миллион. Число беженцев в пострадавших штатах превысило миллион человек. Мы не уйдем, пока не поможем гражданам восстановить их общины, восстановить нормальную жизнь. Через 10 лет после катастрофы нынешний мэр Нового Орлеана, Митч Лендро, подводил итоги в столичном клубе прессы. А прежний мэр Рэй Неггин, казавшийся в те дни героем, сейчас сидит в федеральной тюрьме, осужденной на 10 лет за коррупцию. Возведена новая дамба стоимостью в 14,5 миллиардов долларов. После урагана Новый Орлеан стал местом многочисленных федеральных программ помощи в строительстве жилья, инфраструктуры, в образовании, даже в развитии искусств. Сегодня этот город – пример для остальной Америки в готовности к чрезвычайным ситуациям и природным катастрофам. Однако, как отмечает мэр, старой проблемой остается высокая преступность. По количеству уличных убийств этот город входит в десятку самых опасных городов США. Среди крупных городов хуже только Детройт. Расовое неравенство отмечалось здесь до Катрины и никуда не исчезло через 10 лет после урагана. Мы достигли прогресса по миллиону вопросов, но проблема остается большой. Мы наблюдали ее 10 лет назад в нашем супердоме и в ходе недавних беспорядков на улицах Балтимора, Фергюсона, в других городах Америки. Мы пока не сделали достаточно, чтобы выполнить обещание стать единой нацией, где свобода и правосудие даровано всем. Но мы можем этого добиться. Главный позитивный итог сегодня, согласно опросам, 78% горожан смотрят в будущее с оптимизмом. Значит, считает белый мэр преимущественно черного Нового Орлеана, жители верят в свой уникальный музыкальный и кулинарный город, который вновь привлекает к себе не спасателей, а туристов. Через три года Новому Орлеану исполнится 300 лет. Новоорлеанцы верят, что все самое худшее осталось позади. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон. В США очередной информационной бомбой стало заявление о том, что компания AT&T давно помогает американским спецслужбам отслеживать электронную переписку персонала ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на документы, преданные гласности скандально известным бывшим подрядчиком Агентства национальной безопасности Эдвардом Сноуденом. Подробности у Вадима Оленьчева. Организация Объединенных Наций является давним клиентом компании AT&T. По крайней мере, так считает газета New York Times, основываясь на данных документов, предоставленных прессе Эдвардом Сноуденом. Напомним, сейчас Сноуден, которого одни считают предателем Родины, а другие героем, по-прежнему скрывается в России, рассчитывая получить политическое убежище в одной из сочувствующих ему стран. Его разоблачение вновь разожгли в американском обществе, поднятую еще Оруэллом, тему контроля большого брата за жизнью граждан. По сообщению Times, AT&T, который является лидером телекоммуникационного рынка США, обслуживает, в частности, и штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. В статье говорится, что АНБ, Федеральное агентство национальной безопасности, добилось секретного ордера от судебных органов, разрешающего перлюстрацию всей интернет-службы ООН. Таким образом, все сотрудники Нью-Йоркского филиала Организации Объединенных Наций находились под постоянным контролем АНБ. Компания AT&T предоставляла спецслужбам услуги такого рода не только с интернет-коммуникациями, но и с мобильной связью. По сведениям Нью-Йорк Таймс, с 2011 года оператор сотовой связи открыл Агентству национальной безопасности доступ к более чем миллиарду записей телефонных контактов ее подписчиков. Конкурент AT&T, телекоммуникационная фирма Verizon, начала такое сотрудничество с федеральными органами в 2013 году, то есть на два года позже AT&T. Как заявило руководство ООН, в настоящее время оно решает, какие шаги должны быть предприняты в ответ на последние сообщения. Разумеется, как мы заявляли и раньше, неприкосновенность ООН закреплена в международных законах, и мы рассчитываем, что страны-субъекты организации будут поступать соответственно этим законам и уважать право наших сотрудников на конфиденциальность. Ранее власти Соединенных Штатов заверяли нас в том, что они не осуществляют мониторинга наших коммуникационных систем. Следует помнить, в рамках принятого в США закона Patriot Act разведслужбы при сборе конфиденциальной частной информации не совершают нелегальных действий, если у них есть на это ордер специального суда. Как сказано в пресс-релизе компании AT&T, информация конфиденциального характера предоставлялась не всегда, а только когда речь шла о реальной угрозе жизни и здоровью граждан. К таким случаям относятся не только террористические акты, но и, например, инциденты с похищением людей, когда данные спутниковых систем помогают оперативно отследить передвижение преступников. Поэтому юристам теперь придется разбираться, имело ли место нарушение правил со стороны американских спецслужб или фирм-операторов и в каких именно случаях. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. На тему сбора конфиденциальной информации высказался и кандидат-президент от республиканской партии Джеб Буш, заявивший во вторник, что правительство должно иметь широкие полномочия по ведению слежки за американцами, а частные технологические компании активнее сотрудничать с разведывательными службами для борьбы со злодеями. Мой эфир продолжит коллеги в Праге. Динара. Дом музея Сталина в горе остается самым востребованным маршрутом у гостей страны. Им предлагают посмотреть на личные вещи диктатора, бронированный вагон и посмертную маску генералиссимуса. Зураб Двали рассказывает. Многочисленные туристические группы сменяют друг друга у крохотного кирпичного домика, где появился на свет маленький Сосо. Вызывающее искреннее восхищение одних и неподдельный ужас других, Йосиф Сталин и сегодня остается самым известным в мире грузином. Это был человек, кумир поколения наших родителей. Да, он много сделал, конечно, и для страны, для бывшей страны. Было много хорошего, было много страшного. Было много плохого, много репрессий. Это история. На входе в музейный комплекс девушка-гимнастерке предлагает на память приобрести сувениры с характерной символикой. В продаже любимый табак Сталина, герцоговина флор и трубка наподобие той, что курил генералиссимус. Наш гид Лариса Газашвили уже 25 лет работает в музее и знает все о каждом предмете, выставленном в павильоне. Есть и довольно экзотические. В этой витрине в специальной упаковке находится маленькое рисовое зерно. На зерне надпись состоит из 382 письменных знака. Это подарок из Индии. В музее большое количество фотографий, касающихся различных периодов жизнедеятельности Сталина. Среди многочисленных экспонатов и посмертная маска самого могущественного советского правителя. Интерес у туриста вызывает и личный вагон главнокомандующего, на котором Сталин ездил на Поздамскую конференцию. Во время войны и до конца жизни Сталин пользовался только этим вагоном. Это его единственный личный вагон. Не так давно в музее Сталина появилась еще одна часть экспозиции, без которой образ великого вождя всех народов действительно был бы неполным. Без жестокости и беспощадности невозможно построить великое государство, говорил Сталин. И эта импровизированная камера для политзаключенных как напоминание об этой чудовищной стороне деятельности великого диктатора. Подозреваемым без обвинения оказался мастер по реставрации раритетных автомобилей в Екатеринбурге. Он восстанавливал ретро-машины, которые коллекционирует чиновник местной администрации. Но после очередного заказа клиент подал судебный иск на своего мастера. Однако история обернулась для госслужащего неожиданным образом. Расследование потребовало его декларации о доходах. Сам же реставратор официальных обвинений не получил. Подробности истории в репортаже Екатерины Пономаревой. На возрожденной чайке середины прошлого века мы колесим с Михаилом по его деревне, обкатываем после реставрации. Машину он возродил практически из пепла. Этим мало кто занимается. Жавый корпус нашел в лесу, детали делал по старым чертежам. Раньше на таких авто ездила только партийная верхушка. Нынешняя власть, похоже, решила реставрировать вкусы старых политических элит. Точно-точно такую же машину и захотел в свою коллекцию замглавы Екатеринбурга по экономике. Чайку и еще один ретро-автомобиль ЗИС Высокинский и заказал известному мастеру. Все представляют, что можно сделать. Но вот как сделать вот это вот просто из ничего, что называется. Это вот самодельный полностью. Михаил за дело взялся. Обещал восстановить машину примерно за полтора года. В ходе реставрации слегка превысил смету. Пришлось докупать детали. О чем сообщил чиновнику. Вскоре после этой просьбы машины из гаража реставратора угнали следователи. Еще увезли пару грузовиков без ценных запчастей, дескать, на экспертизу. А спустя некоторое время Михаил стал подозреваемым по уголовному делу. Охищение средств у чиновника во время реставрации его авто. Почему, он так и не понял. Самое интересное в этом деле стоимость контракта. Скромный региональный чиновник уже заплатил за ремонт автомобилей почти 9 миллионов рублей. При задекларированном годовом доходе 5 раз меньше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 машин. Но общую сумму 40 миллионов рублей. Он пытался приносить вначале доллары. Я сказал, нет, мне доллары не надо, я лучше рубляю. Ну, интересно, где ему доллары платили. Роскошная коллекция ретро-машин рядового регионального чиновника вместе с тратами на реставрацию выходит дороже, чем пресловутые часы Пескова. В списке есть Бьюи, Кроллс-Ройс и Кадиллак. Впрочем, выяснилось, что эти машины Высокнинский регистрировал не на себя, на брата. Так что юридически он чист. В уголовном деле тоже не обошлось без связей. К нему прилагаются результаты экспертизы, в которой специалисты заключают, что стоимость работы Михаил превысил в десятки раз. Впрочем, независимой эту оценку назвать сложно. Потом, как я выяснил, эксперт, который составлял эту экспертизу, Басков, тут его подпись есть, когда проходила экспертиза, вот в этот год, он продал ему автомобиль, второй ЗИС-101. То есть этот факт тоже как бы стал известен. И получается, эксперт, на основании которого меня привлечь хотят к уголовной ответственности, он связан с ним экономически. Сам Александр Высокинский комментировать эту историю отказывается. Говорит, обещал сыщикам молчать в интересах следствия. Но как только случай получил огласку, а журналисты стали составлять сметы доходов и расходов чиновника, следователи, говорит Михаил, о нем и его мастерской словно позабыли. А как реставратор за годы практики с таким сталкивается впервые. К делу у него вопросов хватает, но пока задать их не получается. Сумного срока, как правило, это 10 дней. Если обвинение не предъявлено, то его статус должен быть изменен, но он не меняется. И возникает вопрос, он кто? Свидетель или подозреваемый, либо обвиняемый. И исходя из этих действий, я делаю вывод, что следствие само далеко не уверено в правильность своих поступков. И понимает, что здесь, скорее всего, идет некое ангажирование. Так что Михаил продолжает заниматься любимым делом. Несмотря на гособвинения, заказчиков его мастерской меньше не стало. А для местных он теперь не просто автомобильный делмастер, а борец с системой, которая, как и старый двигатель, все-таки дает сбои. Екатерина Подмарева до настоящего времени. В эфире Вашингтон. Игорь, вам слово. Спасибо, Динара. А если это так, то что есть красота и почему ее обожествляют люди? Спасут она, в котором пустота или огонь, мерцающий в сосуде? Это стихи Николая Заболоцкого. На самом деле, а вы задумывались о том, кто решает, что красиво и кто красив? Тему нетрадиционной красоты в своем сюжете продолжат Джон Уокер и Дана Преображенская. Рик Гвидотти оставил карьеру успешного модельного фотографа, и теперь он снимает людей с генетическими, физическими и иными отклонениями. По словам Гвидотти, его восприятие красоты изменило встречу с одной девочкой-альбиносом. Я просто устал слушать указания о том, кто красив. Каждый год что-то менялось, но мне всегда и везде указывали на то, кто красивый, а кто нет. Как художник я вижу красоту не только на обложках журналов, я вижу ее повсюду. Гвидотти основал некоммерческую организацию «Позитивное представление», которое использует фотографию и видео для изменения общественных стереотипов, призывая к формированию нового отношения к окружающим. Гвидотти и его «Позитивное представление» — тема нового документального фильма о красоте. Эти дети такие прекрасные. Документальный фильм о работе Рика Гвидотти недавно был показан в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Одна из героинь фильма — девушка из Кении по имени Джейн Вайтера. Я никогда не думала, что я красивая, потому что мне никто никогда не говорил об этом. Встреча с Риком стала очень важным моментом. Я помню тот день, когда он сфотографировал меня, и я почувствовала себя особенной. Как будто в моей жизни появился кто-то, кто действительно любит меня и смотрит на меня, не обращая внимания на мои проблемы. Фильм — идея продюсера Джоанны Рудник. Увидев фотографии Рика Гвидотти, она решила рассказать его историю. Рик всегда опережал общество, и мы только сейчас начинаем догонять его. Мы больше не можем жить в этих старых границах. Они являются печальным порождением дискриминации. Пора положить этому конец. Джоанна и Рик путешествуют по стране и рекламируют фильм. По их словам, дело не в деньгах, а в идее фильма. Пока мы переезжаем с места на место, мы фотографируем людей. Мы делаем их сильнее, показывая их уникальность. Они видят красоту в своих изображениях, а это передается дальше их семьям и окружающим. Это все основано на философии. То, что ты видишь, есть то, кто ты есть. Фильм о красоте сейчас показывают в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Увидеть Нью-Йорк и не обанкротиться. Любители экономных путешествий получили крайне нестандартный способ бюджетно провести каникулы в Большом Яблоке. Место привычного отеля номер на колесах. Сюжет Романов. Такой вид на Манхэттен дорогого стоит. Высота небоскребов главного мегаполиса США вполне соответствует высоте ценника на ночь в местных отелях. Но предприниматель Джонтен Пауле предлагает туристам, готовым к экспериментам, вариант ночлега на колесах. Он оборудовал полноценные спальные места с матрасом, подушками, постельным бельем и даже цветами в своих машинах. Адрес этого отеля ни дома, ни улица, а почти любое место. Никто никогда не делал такого раньше. Это что-то новое и безопасное. Тут прекрасный вид на Манхэттен. Это удобно. Мы в одной остановке от центрального вокзала и всего в трех от Таймс-сквер. Это и весело, и очень удобно. Не так много людей могут сказать, что когда-либо ночевали в такси. Кроме этого такси у Джонатана еще три минивэна и два трейлера, тоже превращенные в миниотели на колесах. Минимальная цена 22 доллара за ночь. Клиентов предприниматель находит через популярный сервис Airbnb. Именно так. А такси на ночь узнала эта пара туристов из Германии. Думаю, это замечательно. Вид здесь отличный. К тому же у нас не хватило бы денег на обычный отель в Манхэттене. Для нас это замечательная возможность. Есть, правда, деликатная проблема. Климат-систему в машину-то поставить можно, а вот унитаз нет. Это вопрос номер один. Куда я могу сходить в туалет? Я сделал список местных ресторанов и прочих мест, где моим гостям позволят пользоваться туалетом. Желающих переночевать таким необычным образом, хоть отбавляй, число довольных постояльцев уже приближается к четырем сотням. Насколько таким бизнесом с юридической и налоговой стороны довольны власти Нью-Йорка, вопрос открытый. И на этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим наших коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Мы благодарим коллег Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время. И я Динара Аргин. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»